Вот такое блюдо приготовлено итальянская паста по-русски у нас получилось. Смотрите, на второй день утром. Вот, не разогретая еще тарелка. Смотрите, как она хорошо смотрится. И макаронные изделия мягкие. Вот они. Аппетитно. Сегодня мы приготовим макаронные изделия Дона Вера Тортильони. В пачке 450 грамм. И мы сварим по соленой воде. Будем варить ровно 5-6 минут. Не верьте, что там написано на пачке, что нужно их варить 12 минут. Иначе на 8-10 минуте они превратятся в муку или же в кашу. Вот так они должны получиться полуваренные. Берем форму и смазываем ее маслом. Выкладываем на форму половину этих макаронных изделий. Наверх выкладываем колбаса у нас. Вы можете мясные изделия какие-то выложить. Варш можно выложить. У кого что есть. Наверх мы кладем сыр вместе с грибами. Перец порезанный. На сыр кладем. Кладем зелень. Укроп, петрушка и лучок зеленый. Выкладываем вторую половину макаронных изделий. Варш можно выложить. Наверх кладем также зелень. Разбиваем яйцо и соединяем со сметаной. Перемешиваем вместе с яйцом сметану. И поливаем поверх макаронных изделий. Ставим в духовку при 180 градусах буквально на 20 минут. 20 минут прошло и мы натираем сыр на мелкой терочке наверх. И ставим в духовку ровно на 5 минут. Все, наше блюдо готово. Можно вытаскивать. Смотрите, какая у нас получилась красивая итальянская паста. Это не просто макароны. Это традиционное блюдо, пользующееся популярностью не только в Италии, но и у нас. Главным правилом пасты является то, что для ее приготовления используют только макароны твердых сортов пшеницы. Они совершенно не развариваются, вот как вы видите. Имеют минимальную калорийность и быстро усваиваются организмом. Смотрите, какое красивое блюдо у нас теперь получилось. Прелесть! А какой запах! Бесподобно! Итальянская паста приготовлена по-русски. Вот так вот выглядит. Смотрите, как она аппетитна. Бесподобно! Бесподобно!